На заливе Якобе уже 17 лет подряд делают самую большую Иордань в Иркутской области. Каждый год ледовый православный комплекс исполнен в разных художественных образах. Были барокко, иркутские и сербские мотивы, византийский стиль. В этом русский модерн. Скульптуры будут передавать храмовую архитектуру великих отечественных зодчих – Воснецова, Шехтеля и других. Нынче столетие последнего русского стиля модерн. Именно русского, потому что с 17-го года прошлого века началась совсем другая эпоха, и там уже не было русского. Было советское и так далее. Поэтому вот русский модерн – это последний состоявшийся русский стиль прошлого века. Сам христианский комплекс сделан с куполообразными завершениями. В центре ледяного святилища разместится большой иконостас с ангелами. Монументальные кресты будут напротив прорубей. Работы в этом году начались 3 января и продолжатся до самого крещения. Все желающие могут присоединиться к строительству. Ждем всех желающих в любом количестве при себе иметь теплую одежду и огромное желание работать. Каждый день с 11 до глубокого вечера ночи. Принять омовение в купели лучше все-таки не всем. Медики не советуют входить в холодную воду людям пожилого возраста и детям до 15 лет. Воздержаться рекомендуют мужчинам и женщинам с хроническими заболеваниями – тем, кто перенес инфаркт. Это может вызвать и обострение заболевания, и возникновение нового заболевания на фоне уже существующего, и вообще достаточно нехорошо закончится для организма. В прошлом году у нас были и ни один случай, и ни два случая, когда люди приходили после купания, после переохлаждения с любым вирусным заболеванием, и было несколько пневмоний. Чтобы не получить переохлаждение, пребывание в проруби не должно превышать двух минут. После необходимо просушить себя полотенцем, надеть теплую одежду, выпить горячий чай. Не ходить на далекие расстояния по улице и не принимать алкоголь. Продолжение следует...